Сегодня югорчане, как и все россияне, поздравляют преподавателей. Всемирный день учителей отмечает свыше 100 государств. Именно 5 октября 1966 года в Париже была проведена конференция, где был подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования. В 1994 году учредили Международный день учителей. С тех пор 5 октября чествуют заслуги преподавателей и их неоценимый вклад в развитие общества. В Югре трудится свыше 17 тысяч педагогов. Из них чуть более 2,5 тысяч работают в сельских школах. Под крылом югорских учителей около 238 тысяч учеников. На подарки ко дню учителя жители Югры потратят в этом году чуть больше 2,5 тысяч. Таковы результаты опроса, который провел сайт по поиску работы. Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на день учителя больше, чем в среднем по стране. В Югре средние расходы на поздравления классного руководителя в этом году составят 2600 рублей. Средние затраты на поздравления классных руководителей по России в целом составляют 3200 рублей, что на 200 рублей больше, чем год назад. По традиции, чаще всего учителям в этот день преподносят цветы. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая или конфет, а также различные сертификаты. Сургутские старшеклассники написали цифровой диктант. Единственная на Урале школа программирования приняла на своей площадке 300 учеников одновременно. Цифровой диктант проходит в рамках российской недели интерната и нацелена на выявление IT-способностей. Задания состоят из четырех модулей. Первый посвящен основам цифрового потребления, второй – компетенциям, третий – безопасности и четвертый – дополнительный блок, новым технологиям, включая искусственный интеллект. Отмечу, что написать цифровой диктант может каждый гражданин России, вне зависимости от возраста и уровня образования. Сургутским старшеклассникам повезло пройти испытание в стенах уникальной школы 21, где после была организована экскурсия. Если человек вообще не знаком с IT, конечно, это будет сложновато. Так, в принципе, данный диктант рассчитан на логику больше. Если ты можешь логически размышлять, то, конечно, ты справишься с этим диктантом. Это отличная возможность для ребят познакомиться с нашей площадкой, школой 21. Мы учим программирование абсолютно бесплатно любых людей от 18 лет и старше. Поэтому кто-то из сегодняшних старшеклассников, которые учатся в 11 классе, следующим летом, может быть, захотят пройти у нас обучение в школе 21. К тому же мы как раз сегодня стартуем прием заявок на следующий сензон, на 2024 год. В Радужном выбрали главу. Руководителем муниципалитета на ближайшие пять лет вновь стала Наталья Гулина. Ее кандидатуру поддержали большинство городских парламентариев. Наталья Гулина более 30 лет живет и работает в Югре. С 1992 года ее биография неразрывно связана с городом Радужный, в администрации которого трудится с 2001 года. Прошла путь от заместителя заведующего юридического управления до главы города. На днях рабочую встречу с Натальей Гулиной провела губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона были представлены инвестиционные проекты, которые намерены реализовать в муниципалитете. Мэр Радужного рассказала о будущих торгово-развлекательном центре, точке общепита и логистическом центре для торговых сетей. А также о двух проектах из карты развития Югры. Это реконструкция культурно-спортивного центра и гончарная мастерская. Наталья Комарова отметила, что дорожная карта, вновь избранного главы Радужного, должна работать на развитие города, повышение качества жизни населения.